Так, всем привет! Мы в стационаре клиники. Вот там вот этот товарищ, который на меня упал. Будем его кастратить. Объявлений нигде нету, никому ничего не надо. Ни в местных группах объявлений нет, на подъездах объявлений нет, тишина. В общем, как бы выпал и не хай. Вот, поэтому кот поедет в обалденные совершенно руки моих коллег казанских, собственно, Кай Куклин, который мелькал с нами в пермском видео, возжелал себе кота, потому что у них есть девчонка Рэгдала. Вот, мы ему сегодня порежем яйца. Вот, и он поедет к замечательной стерильной девчонке Рэгдала уже без яиц, чтоб не натворил ничего и чтобы гормоны не скакали, и чтоб не поднял, было бы вообще хорошо. Вот. Девчонки в клинике на него ругаются, потому что он себе нашел единственное укрытие в виде лоточка. Видимо, коту очень хочется иметь лежанку, а лежанки нету, поэтому он спит в лоточке. Ходит он в лоточек замечательно, и по-большому, и по-маленькому, и потом ложится в лоточек. Поэтому ему поставили на всякий случай два лоточка в надежде на то, что, собственно, он перекантуется с нами пару дней в несколько более чистом состоянии. Сейчас он чистый и пушистый, потому что девчонки его помыли. Да, здорово. Здорово. Язык наш функционирует, все у него замечательно. Губа наша тоже, как видите, все здорово, все сшито. И он вообще весь сегодня такой чистый, пушистый и с пронзительным взглядом голубым. Достаточно спокойный, адекватно воспринимает то место жительства, благовременное, в которое он попал. Вот. В общем, сидит тут всячески наличествует. Сейчас будем его обезьяйцевать. А, и, ребята, с донатами стоп. Я это напишу чуть позже. Сейчас доберусь до компьютера и с полной версии Ютуба скорректирую под предыдущим видеоинформацию. С донатами пока притормаживаем. Всего хватает. Всем большое спасибо за поддержку. Я не ожидала, на самом деле, такого отклика. Нам хватит еще и дорогу ему обеспечить до Казани, потому что куклина, конечно, тоже не хочется грузить. У них сейчас там тоже сезон птенцов. Все обвешаны этими птенцами. Поэтому, если мы можем обеспечить дорогу, то чего бы и не обеспечить дорогу. Вот. В общем, кот уедет еще и за наш счет в Казань. Он, к такой же похожей Евке, будет там всячески жить, радоваться жизни, наличествовать в руках ветврачей, которые как раз заодно промониторят в дальнейшем его ситуацию с песком, к мочевому пузыре и с состоянием почек. То есть подберут нормальный рацион, на котором проблемы с мочеводящими путями не будут прогрессировать. И, собственно, на котором он, в принципе, будет цвести, пахнуть и будет замечательным, в отличие от того, в каком качестве шерсти и в состоянии он попал к нам. Вот. Так что винегретами там его кормить никто не будет. Ты такой сладкий-сладкий. Ты такой сладкий кот. Такие у тебя щеки здоровые. Ты урчишь. Ты так тихенько урчишь. Да. Хорошо тебе в лоточке, да? Особенно, когда чистый. И кот и лоточек. Да. Чего такое? От меня халвой пахнет. Я ела вкусную халву. Тебе тоже понравилась халва. Да. 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 Ты моя болтушка такая. Такая болтушка-болтушка. Болтушка-болтушка. Скоро поедешь к новым папам-мамам. О, правильно, десной на меня нанизывайся. На которых стоят сетки на окнах. И которые знают, как правильно кормить котиков и ухаживать за котиками. Куклин там вообще в хорошем плане задротствует. Потому что он еще и на положительном подкреплении свою кошку тренирует. Выучивает всякие команды с ней и прочие ништяки. Поэтому там еще и для мозгов занятия есть всяческое. Тебе тоже займут твои мозги прекрасные. Я думаю, что ты вполне обучабельный и тренировабельный. Особенно с учетом того, что, в принципе, на пищевую мотивацию он, скорее всего, будет реагировать хорошо. Да? Скажи, в принципе, уже как дома. Кот. Тебе традиционно предложили имена Гагарин и Икар. Да? У нас все летуны теперь мужского пола. А, слушай, а может быть это имя-фамилия Икар Гагарин? Ей! Куклян меня, конечно, по голове стукнет за такие имена-фамилии. Он там его как-нибудь по-самому поназывает. Да? Да. Ты такой голубоглазый. Ты такой большой голубоглазый, да? Ты молодец. Ты молодец. Можно не фиксировать кота. Кот будет лечиться сам. Раскладывайся. Ложись в позу. Мы тебя сейчас быстренько кастрируем. И все. Ну-ка, давай-давай-давай. Торжественный момент превращения яиц в серебристые. Ну, конечно же, конечно. Сама операцию, я не знаю, надо оно или нет выкладывать. Не выкладывать, зато тут бегут всякие несчастные, которые в обморок падать будут. А тут уже все. Это уже можно и в эфир пускать. Красиво, блестит, переливается, пузырится. Алюминиум-спрейчик. Да. Уже не кровища-кровища, а алюминиум-спрейчик. Ну и все. Отоперировались. Лежим, греемся. Вот она, грелочка. Естественно, после наркозика может быть немножко холодно, поэтому греемся. Первыми начинают работать глаза. Мигательный рефлекс. Сейчас покапаем. Сегодня у нас мини-Лена. Прекрасная Лена принесла нам прекрасную капельницу, которую сейчас подключат к инфузамату, которая будет капать кота. Откапаем кота. Вот он. Мама, хорошо скажи, язык подобрать хочется, но пока не можется. Где-нибудь минут через 20-30 проснется, начнет шастать. Поставим обратно в воду еду. Пока убрала, ибо снесет. Тяжелая неказиста жизнь советского танкиста. Он совершенно потрясающе впиливается этим. Вот, да. Впиливается этим рупором. Пожалуйста. В любые места, какие ему доступны. Не на полочке. Не на полочке, не в лоточке. Он сейчас в лоточек попытался залезть в банки, а нет, рупор не позволяет маневрировать. Доброго утра, котик. Увидимся завтра. Всем привет. Вместо послесловия, скажем так. Сегодня третий день пребывания кота у нас. Либо он нас игнорирует. В общем, сегодня мы нашли по нему объявление, что его ищут предыдущие владельцы. Если честно, расстроились все и потенциально новые руки, потому что Кай Куклин, мой коллега Казанский, очень захотел его в компанию к своей стерилизованной кошке, фенотипично похожей на него. И я очень не хотела возвращать его к предыдущим владельцам, исходя из того, в каком состоянии он... Да, спадки. Исходя из того, в каком состоянии он к нам попал. Вот, собственно, ну все разрешилось просто прям идеально, потому что оказалось, что объявление подала просто неравнодушная девушка, которая знала его предыдущих владельцев и знала этого кота. Анна Яшина, спасибо еще раз, что вы вышли на связь. Вот, собственно, кот. Кот, покажись. Покажись, что ты живой и целый. Оказалось, что кот не нужен предыдущим владельцам и не нужен и в запущенном состоянии уже давно. Вот, но владельцы как бы собаконосения, да, не хотели его отдавать в новые руки. Вот, а сейчас владелец уехал совсем к себе на родину куда-то и оставил кота, я не поняла, видимо, я не знаю, в пустой квартире или с какими-то родственниками, которым еще более плевать на кота. Вот, и кот радостно вышел в окно. Вот, собственно, на самом деле, кроме Анны, которая была просто к нему неравнодушна, его никто не искал, поэтому... Господи, это у нас орет инфузомат. Вот, поэтому завтра кот поедет в новые руки. Спасибо всем большое еще раз за финансовую поддержку. Все покрыли, на дорогу хватит. Да, ты такой потягуш. Скажи, на другой бок и дрыфнуть, не? Намываешься? Намывайся, намывайся. Иди сюда, соизболил? Давай. Вот так, отлично. Да, кто завтра поедет в новый дом? Кто такой молодец и завтра поедет в новый дом? Ты молодец. Ну, в общем, история с хэппи-эндом и для нас, и для казанских ручек, и для кота, и для всех прочих сопереживающих. Мне понравилось. Все время бы так спасать котов. Экспресс-метод с поиском хороших новых рук. И с вашей поддержкой. Вообще потрясающе. Но я надеюсь, что в ближайшее время у меня на голову больше никто не будет падать. Продолжение следует...